Как выжить в ЭТО? Еще в августе прошлого года Россия стала 156-й страной, которая вступила во Всемирную торговую организацию. На семинаре в Региональном институте технологии и управления представителям малого и среднего бизнеса рассказали, как не только сохранять, но и развивать бизнес в нынешних условиях. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. До свидания. От камня дробящего оборудования до туризма. Бизнес у участников семинара разные, а вот цели одни. Они конкурентно способны по мировым меркам товар. Сегодня речь шла о том, как этот самый товар продвигать и расширять границы продаж. Специалисты говорят, предприниматели Чувашии стали чаще задумываться о выходе на внешние рынки. Часто с экрана звучит слово ВТО. Оно немного людей пугает, но по большому счету не меняет правила ведения бизнеса. Если вы делаете прекрасный продукт, он нужен во всем мире. И если вы при этом задумываетесь о том, чтобы масштабировать ваш бизнес, это прекрасная возможность это сделать. Малый и средний бизнес по Российской Федерации, вообще-то многие эксперты, зарубежные эксперты оценивают оценкой, если по 5-мальной системе, на минус 3. Это значит очень слабый уровень развития малого среднего предпринимательства. И с учетом всего этого, по согласованию с Министерством экономического развития, они поддержали эту идею, решили провести вот такой международный семинар. Семинар действительно получился международным. Так у участников была возможность послушать и задать вопросы представителю Болгарии. Россия и Болгария всегда были дружные народы. Очень много компаний, болгарских компаний, которые работают в Москве, сотрудничают с регионом и всегда ищут новые партнеры в этой сфере. Поэтому Чуващия – это, я считаю, новый регион, который можно открывать. Подобные семинары Институт технологии управления совместно с Центром экспортной поддержки проводят регулярно. Те, кто хоть раз здесь побывал, мероприятия стараются не пропускать. Естественно, все учатся на своих ошибках, но это делать нежелательно, когда можно их избежать, посетить такие хорошие мероприятия, которые устраиваются Центром экспортной поддержки нашей республики. В условиях вступления в ВТО наши предприятия должны задуматься о том, что необходимо бороться уже за потребителей не только 145 миллионов граждан, которые находятся в нашей стране, но также за 7 миллиардов, которые сосредоточены на всех континентах земного шара. Данные курсы проводятся абсолютно бесплатно для руководителей и специалистов бизнеса республики. Кстати, семинары участники ушли не только со знаниями, но и с именными сертификатами. Продолжение следует...